МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о том, как избавиться от одиночества. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас жених и три невесты. Подозрительный стоматолог Изабелла, придирчивая бизнес-леди Инна и рэпер с филологическим образованием Мюзель. А жених у нас Вячеслав. Давайте посмотрим. Вячеслав, 41 год. Расставания с женщинами всегда совпадали с его финансовыми проблемами. Первая бросила его, когда он разорился, от второй ушел сам, не желая быть обузой. У Вячеслава свой бизнес по продаже автомобилей. Обожает путешествовать, жил в 12 странах. Хочет пустить корни в Россию. Вячеславу важно, чтобы его избранница была покладистой частюлей. Он не готов жениться на женщине с ребенком, но хочет, чтобы будущая жена приняла его сына как родного. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте встретим Вячеслава. Мы ждем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Сразу видно, взрослый мужчина. Интересно, на самом деле. Здравствуйте, Вячеслав. Представьте своих сватов. Подруга Лиля. Вот и группа Андрея. Очень приятно. Свеженький. Свежачок. А горчик просто. Такие у вас требования к невесте. Чистюли. И вы сами такой прям стерильный молодой человек. Мама, наверное, с детства, да, Внушалова? Родился сам, наверное, такой сам себя таким сделал, потому что отец с матерью разошлись, когда еще были детьми с братом. Вот. И поэтому уже как-то... Слава, я тоже считаю, что если будет порядок в доме, на рабочем столе, в портфеле и в голове будет порядок. Не знаю, на нас страшнее общение. Не, ну с первого взгляда, так тоже не затормально. Не, ну я понимаю, но он взрослый мужик. Рано женились? Я человек вообще постоянный. То есть мы были вместе где-то около 11 лет. Ух ты. Да, около 11 лет были вместе. Растет прекрасный сын, замечательный, 6,5 лет. Вот. Но ситуация немножко у нас не совсем стандартная. Может, как-то, да, вот люди разводятся, сходятся там. Нет, ну у вас была совсем не стандартная ситуация. Совсем не стандартная. Потому что вы в то время, когда ребенок должен был родиться и родился первые годы, жили в Канаде. Супруга была беременна, на первом месяце беременности. Вот. И в Канаду я улетел, потому что у меня был такой печальный, скажем, опыт ведения бизнеса. И я просто как-то вот на этой волне, то, что вот нет справедливости, нету ничего, то, скажем, да, поехал искать за океан. Путешественник. Ну, Гулливер. Ну, а что путешественник? Тебе нравится тоже путешествовать? Я в Канаду улетал просто, скажем, в никуда. То есть вот на... Не знаю никого, не знаю языка. То есть вот я прилетел, значит... Ну, чтобы выжить, правильно? Да, чтобы выжить. И я сказал то, что давай таким образом, значит, ты... А здесь все-таки у тебя мать, как-то тут и с питанием, как-то все равно как-то... Ну, правильно, да. Дома стены греют. Я немножко на ноги чуть-чуть встану, будет полегче. Я тем более разберусь. То есть посмотрю, если это нормально, это наше, да, кто... Ну, вполне себе мужской поступок. И многие, вместо того, чтобы лежать на диване, выживали таким образом. Ничего в этом страшного не вижу. Мне кажется, он такой основательный, на него можно положиться нормально. Я точно. Когда она меня провожала в Шереметьево, значит, слезы, я говорю, расстраиваться не нужно, потому что будет две вещи. Либо я тебя заберу в Канаду, если не получится, я вернусь обратно. Да, когда заработаешь. Все? Ну, правильно. И вы вернулись, когда ребенку было уже два года, да? Ну, примерно, да. То есть у меня уже на тот момент была хорошая работа. Любить ее не переставали, связь все время поддерживали, посылки слали, деньги... Каждый месяц высылал, на протяжении трех лет каждый месяц высылал деньги, отправлял посылки. То есть сюда еще приехал по-нормальному. Молодец. Я так думаю, и вам там было тяжело, не легче, чем ей, потому что на чужбине, как вы правильно сказали, без языка и без всего, тоже было вам не сладко. От хорошей жизни не уезжает. Но она, видать, привыкла без вас-то за это время. Ну, и время тоже свое немножко как-то сказывается, да. Потом опять же с этим, с бизнесом на те же грабли я наступил. Вот, когда... А зачем вы нужны были уже? Что-то как-то получилось. Опять с проблемами. Мужчины сейчас все спиваются. Да. Работать не хотят, хотят жить за счет женщин. А он молодец. Вот моя супруга говорит, Слав, давай, знаешь, я тебя ждала, опять ты на те же грабли, сына я немножко смогу прокормить какое-то время, ты давай в свободное плавание. И ты понимаешь, что ты ничего с этим поделать не можешь, просто и обиды, и досада, то есть... Я понимаю, очень важно, чтобы, конечно, женщина рядом была со своим мужем, женщина-поддержка. Тогда и у мужчины все получится. Нет, ну у него сын, но он все время говорит, как у него рушится бизнес, как ему было тяжело. Ну ему что-то зарабатывать на жизнь, чтобы сына обеспечивать. Я как мальчик с пробегом, 41 год. А что за душой-то 41 год? Чего есть? Квартира есть? Самое главное, мозги и здоровье. Ой, ладно. Будет, будет, квартира будет. 41 когда будет? Будет. Я не понимаю, чем он занимается вообще? Автосалон у него, он открывается? Нет, он собирается какой-то бизнес в России, но что именно? Вячеслав, а скажите, пожалуйста, в семье решения должны приниматься коллегиально, и за кем остается последнее слово в принятии решений? Только за мной. Я хотела это услышать. А вам когда-нибудь ваши девушки говорили, что уж слишком вы единолично эти самые решения принимаете? Нет, я всегда, но если я вижу, что женщина права, и она действительно сможет меня убедить, да, то да. А бывали случаи, когда ей удавалось вас убедить, или когда она оказывалась права? Ну, так честно. Были, Вась, только редко, очень редко, два случая в жизни было, но было. А послушайте, а вот если туркнет вас прям так, по-мужски, по-хорошему, а вот она не найдет общий язык, чью сторону выберете? Сын или все-таки будущая жена? Не найдет общий язык... С вашим сыном. Это вообще не обсуждается. Как, ну, значит, сына, да? Сын, потому что сын... Ну, до свидос, нет, здесь надо так уже как-то хочется уже на самом деле, что попасть и попасть вот... Мужчина молодец, то есть видно, что не гулять не будет, что будет верным, надежным мужем. Самое главное, чтобы человек был нормальный, с мозгами, то есть вменяемый, какой-то адекватный. Сверх чего-то не нужно. Хотите еще детей, наверное? Очень. Ну, тогда понятно. Детей, вот... Василиса, что? Очень жалко, конечно, что вы 41-му году жизни не нашли такую адекватную, вменяемую женщину. Сразу начинаешь думать, ну, неужели так мало нашей сестры адекватной, вменяемой? Да, вероятно, мало все-таки. Я бы очень хотела вам пожелать сегодня прежде всего удачи, а во-вторых, хочу обратить ваше внимание. У вас соединение Марса с Нептуном на асценденте, это такая непростая позиция. Вы очень предприимчивы, вы активны, вы действительно очень решительны. То, что он трудоголик, это, конечно, тоже очень хорошо. Да, да, да. Что сможет положиться на него. Вот я бы очень хотела вам пожелать все-таки увидеть окружающих людей рядом, и чтобы следующие отношения прошли вот с таким большим вниманием в партнерша, что... Слава, а я хочу дополнить. Спасибо. Хоть вы принимаете решение самостоятельно, вы сказали, просто без всяких но. Я все-таки вам советую иногда прислушиваться к своей половине. Знаете, как в одном замечательном фильме сказано, баба, она ведь сердцем видит. Поэтому, если женщина вас будет любить, дурного точно не посоветую. Обещаю, буду слушать теперь уже. Ну, честно. Вячеслав, ну давайте честно. Я вам правду скажу. 41 год. Материальный достаток как такового нет. Привлечете красота, требует денег. Поэтому, как в старину, ищем богатую невесту. С красоты, как говорится, воду не пить. Значит, сегодня на богатство. А все остальное приложат. Ничего, стерпится, слюбится. Установка на богатство. Идите, знакомьтесь с первой девочкой. Спасибо. Помогайте. Здравствуйте. И вам тоже здравствуйте. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. Ну, наверное, она уже не очень такая, прям уж совсем молоденькая. Здравствуйте, Изабелла. С кем пришли? Я пришла с сестрой и с подругой. Очень приятно. Остальное узнаем, посмотрев на экран. Изабелла, 35 лет. Работает зубным техником, учится на стоматолога. В свободное время танцует, а лишние деньги тратит на красивые туфли. Мечтает жить в Испании. Изабелла рассталась с любимым, когда узнала, что он готовится к свадьбе с другой. С тех пор к мужчинам относится с подозрением. Ей кажется, что Вячеслав вполне заслуживает доверия. Изабелла, а как так получилось-то, что к другой ушел? Ну, я познакомилась с молодым человеком. У нас начались отношения, мы где-то встречались месяца 4. Потом я узнала, что он обручен. То есть он уже был обручен во время того, как со мной познакомился и готовился к свадьбе. А я этого не знала. Ну, бывает так, собирался жениться на одной, потом увидел вас и влюбился. Ну да, в принципе, это так и было. Но вы как в позу встали, ведь он просто до последнего и из-под венца убегал к вам, да? Он сбежал из-под венца. Но вы же столько осердны. Может быть, правда любить. А может быть, не любил. Он испугался. Он просто мерзавцем оказался, скорее всего. Если бы он очень нерешительный. Да, он нерешительный, понимаешь? Он приходил к кольцо, он приходил к ней, потом он опять уходил. Он не мог определиться. У него была еще одна невеста, потом жена. Он опять приходил. То есть она как бы долго ждала. Ну, это же не единственный Роман. Нет, реально, Санта Барбара, да. У меня еще был парень, мы с ним долго встречались. Затем ему предложили уехать работать за границу. А так как я училась, я, естественно, не могла бросить работу и учебу. Ну, а представьте, как психологически девушке сложно. Вот 35 и плюс такой опыт. Вы молоды выглядите. Если бы не сказали, что вам 35 лет, я бы подумала, что вам 25. Она и в душе моложе. Да, значит, правильно живете. Наверное. Вы армянка, да? Да, я наполовину армянка. У меня отец армянина, мама русская. А вот скажите, я знаю, что все-таки армянки, они очень темпераментные. А после 40, вот если ссора возникает... Я всегда первая иду на примирение. У Вячеслава ребенок. И он хочет, чтобы вы приняли его как родного. Готовы? Ну, в принципе, я думаю... Мне кажется, ребенок чуть-чуть напрягает. Ее реально он напрягает, это видно. А как насчет содержания дома в порядке? Тут уже перепугали, на самом деле, вот с этим, с порядком. Что ж вы сразу в отказку? Это же здорово, на самом деле. Я просто вот, как порядок? Ну, колготки, чтобы на лёстре не висели, там еще как-то... Ну, иногда в отдельных случаях это клео, слушайте. Это понятно, да, в отдельных случаях. А так все, в пределах... Не знаю. Нет, Белая нас очень любит. Чистоту. Очень хозяйственная. Хозяйственная, это у нее даже... А какие у нее недостатки у вашей сестры и подруги? Ну, спыльчевая, она просто из-за того, что она очень много работает. Она сприходит, причем из-за чистоты у нее тоже иногда бывает то, что там... Что-то неубрано. А что у нее, что выводит ее из себя по поводу чистоты? Она не любит беспорядок, как бы. Не, ну что это такое, не знаю, валяется, забита раковина, посуды грязные или... Нет, ну такого у нас нет, чтобы с сестрой. Ей нужен мужчина поспокойнее, потому что Вячеслав, мне кажется, он очень такой энергичный, темпераментный, горячий мужчина. Изабелла, а вы понимаете, что когда мужчина приходит в девичью квартиру, где все по полочкам, по местам, что уже по факту прихода мужчины в вашу жизнь уже беспорядок? Это уже носки, трусы, часы, ключи на обеденном столе. Я понимаю, но я думаю, что если мужчина любит чистоту, он как бы сам за этим следит. Только не запилите друг друга, бывает и так. Да нет, вот раньше она была очень сильно... А вы куда съедете-то, если это? У нас квартирки нет. А мы как бы в свое тоже не приглашаем, знаете? А и куда, и что тогда? Как решать будем вопрос? Он не позволит прийти к женщине в ее жилье, я думаю, он пригласит куда-то к себе. Я считаю, что мужчина должен обеспечивать жилье. Если меня возьмут, то обеспечит. То есть вы как бы выходите замуж? Так. Скажите, пожалуйста, Изабелла, если мужчина хочет, чтобы женщина... Хорошо, а вот если будет выбор? Потому что я думаю, он добьется этого. Обеспеченный, приличный мужчина, без дурных привычек, очень обеспеченный. Ну, как бы есть чувство, но не особо глубокое. Но вы понимаете умом, что с этим мужчиной вам будет комфортно всю жизнь. Или дикие страсти, но как в шатком мостике. Что выберете? Зато любовь во втором случае. Не то и не другое. Да, я думаю. Выберите скорее ситуацию, где есть тихая нежность. А почему подсказываешь, Василис, не тебя спросил? Ну, потому что знаю и понимаю, что ей будет сложно выбрать из двух вариантов, каждый из которых она не выберет. Поэтому сидит до 35. Да выбирается. Но все-таки спокойная, размеренная жизнь или любовь и страсть? Мне кажется, любовь и страсть. Ох, не верю. Видишь? Я тоже за это. Все-таки страсть выбрала. Ну, а как же. Я думала, она спокойная девушка. Страстная. Ну, хорошо. Идите, покажите сюрприз. Это национальное армянское блюдо. Как бы было приготовлено специально для того, чтобы вы оценили мои кулинарные способности. Сейчас я вас научу, как это надо есть. Вы когда-нибудь пробовали долму вообще? Нет. Ну, сейчас попробуйте. Мне кажется, он как-то не очень хочет поводить. Промойте очень вкусно. Да. Молодец. Если не понравится, я как бы... Если не понравится, чего? Я не обижусь. Нормально, спасибо. Нормально. Вот это такая реакция. Ну, мне кажется, это когда с душой тем более еще сделано, просто спасибо услышать. Нет, ну, я прям за нее обидно, честно. Спасибо, девчонки. Вы молодцы. Идите в комнату. Спасибо. О, боже мой. Мне кажется, долма ему не очень понравилась. Что вы скажете? Комплексов нет никаких, мне кажется, вполне. А вы что скажете? Я вот смотрю, Слава, как-то не зажгла она тебя. Он такой безинициативный, мне показалось. Он вообще, он без эмоций. Совершенно без эмоций человек. Где-то вот она в отношениях своих слишком уже насторожена по отношению к мужчине, да? Она обожглась в каких-то ситуациях, которые с ней были. Хорошо выглядит в 35 лет, но я считаю, что абсолютно ее вина и проблемы в ней, то, что она до сих пор одна. Ей надо быть такой, какая она внутренняя, а не казаться. А мне кажется, Изабелла хочет все время создавать... Ничего она не зажалась. Она хочет создавать впечатление то, которое от нее ждут. Ей надо немножко уже определиться. Взрослая женщина и должна жить так, как она считает нужным. Вячеслав, никого не слушайте. 35 лет, значит, захочет выйти замуж. Тем более зубной стоматолог, всегда с деньгами. Да что, не морочьтесь, замуж пойдет, причем быстро. Берите Изабеллу и не прогадайте. Иногда до 35 лет женщина действительно не может найти настоящей любви. А Изабелла ждет настоящих чувств. Я вот ей подсказывала, и хотя Лариса пыталась все-таки продвинуть одну из своих версий страсти или материальный интерес, она действительно ни одну не выберет. Потому что в страстях ей будет казаться слишком шатко. Материальный интерес к мужчине это не ее стезя. Она мужчин по материальным показателям исключительно не выбирает. Я считаю, что ее мужчина... Что уже большой плюс, правда? Да, что уже большой плюс. Она действительно ждет той ситуации, в которой она будет к мужчине расположена искренне. А пока... Ну мне же не 20 лет, чтобы я кидалась в ум с головой. Да что такое плохое, что в 35 лет она еще не замужем? Я не понимаю, что за ажиотаж? Ей мужчина нужен несколько постарше ее, посерьезнее, поспокойнее. И она сама готова оказать такую неплохую поддержку. Я считаю, что в общем правильный вариант женщины для вас. Спасибо. Новая встреча через несколько минут. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Оставайтесь с нами. В эфире давай поженимся. У нас в студии Вячеслав. Идите знакомиться с второй невестой. Спасибо. Здравствуйте, Вячеслав. Перед вами стоит сложный выбор. Девчонки все красотки. Но я думаю, вы сделаете правильные решения. Спасибо. Перед вами стоит сложный выбор. Но я, я настолько мила. Тоже такая ямочка, как я не могла. Тоже мужественная. Слушай, ну они уже внешне похожи. Со мной пришли две мои двоюродные сестры. Вот Оксана и Людмила. Очень приятно. Давайте посмотрим. Мы узнаем, баска лучше. Посмотрим экран. Инна, 24 года. По образованию экономист. Работает менеджером в магазине женского белья. Мечтает стать бизнес-леди и научиться играть в большой теннис. Первый жених Инны оказался недостаточно целеустремленным. Второй – излишне деловым. А третий – педантом. Надеется, что Вячеслав соединил в себе только лучшие человеческие качества. Ну вот, Вячеслав, у нас тоже педант. Обожает порядок. Смотря в каком плане. А в каком плане был педант ваш третий? Вот третий мужчина, молодой человек, могу так сказать. Ну, были такие моменты, которых я просто не понимала. Элементарно, когда я приехала в гости, у меня спросили, не забудь ручки помыть. Я присела на диван, мне налили вина. Я его просто поставила вот так немножечко. Я вижу, что что-то взгляд какой-то не тот. Немножечко на диван, что ли, поставили? Нет, вот так. Ну вот я вот держу. На кожаный белый, да? На кожаный белый, шикарный диван. Ну, я немножечко его приставила, но я вижу какое-то недовольствие. Я спрашиваю, какой вопрос, как бы. Инна, ты знаешь, настолько дорогой диван, что его... Может быть, он всю жизнь жил в бедности и копил на этот самый белый диван? Я могу сказать, что уровень достаточно хорош, чтобы так мелочиться. Ну, это мое мнение. Я проще отношусь к таким вещам. А первые два жениха? Первый молодой человек, мы начали с ним встречаться, мне было 18 лет. Это была вспышка, но я мечтала с самого детства заниматься бизнесом. У меня была точка. Я в 19 лет открыла свой бизнес, у меня все пошло хорошо. Я вот вся была там. Ну, так и что с ним-то? Ну, у меня времени не было совершенно. Я поступила в академию, я учила, ну, сдавала на права, занималась бизнесом. Он говорит, ну, а на меня время-то. Я сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Ну, прав. Прав. А второй? Второй, видимо, это бумеранг. Он был очень занят. Вот были даже моменты, я ему могла позвонить, я не могла дозвониться. Работа уже? Да, да. Ну, извините, я понимаю, день, два, три. А вы как? Неделя. Месяц. Бумеранг, конечно. Такая вся прям манерная. Ну, да. Такая вся волосики. Вот она, мне кажется, как раз-таки и себя строит. Ну, она подготовилась прям так основать, наверное, перед зеркалом. Каждое утро вставала и репетировала. Я так полна, что вы вот бизнесом-бизнесом, да? А сейчас вроде как вы поняли, что вам семья нужна, ну, раз вы сидите здесь. Это вы как определили? Я определила, потому что все-таки я поняла, что важнее это отношения, это семья. Да, вот, потому что я выросла в такой семье, где все гармонично, где до сих пор... Ну, что вам для гармонии нужен? Нет, не для гармонии, а для семьи. Она как тетка, она вообще не тянет на свой возраст. Да, мне кажется, ну, и прическа не идет. Да нет, у нее она такая более... Ямка в подбородке. Вот смотрите, вы достаточно красивая женщина, причем бизнес тоже формирует определенные отношения к жизни. Вы захотите, чтобы ваш муж возделал вас на всякие светские балы? Нет, я могу сказать, светские балы я уже... я немножечко видела, как бы... А чего вы видели-то? Ну, я вращалась немножечко, и друзья, и все знакомые, но... Будете сеть в четырех стенах? Нет, не буду, мы будем вместе решать какие-то... Он хочет тупо приходить домой, жрать, чтобы было чисто, и уходить. Никаких эмоций, да, не особо напрягаться. Родители против не будут, что жених у нас два раза вас старше на материальный достаток, а все женихи у вас были достойные, я имею в том материальном плане? Нет, не все у меня были прям с таким... первые дни с таким материальным достатком. Ну, ему лет-то было сколько, а у нас уже, извините, не молодежь сидит напротив. У меня родители, они, как правило, не вмешиваются в мою личную жизнь, я просто, если я очень сомневаюсь, я, конечно, спрошу, там, посоветую. А вам самой-то? О каком мужа мечтаете? В 24 года еще мало кто представляет себе четко образами на супруга своего мужа. Мне вот кажется, я сижу прежде всего по себе, от себя отталкиваюсь, потом я уже начинаю требовать. Я, по большому счету, открытая, то есть я честная, я чистая, то есть мне не хочется ни вилять, ни кружить, ни выдумывать, записывать, кому я пошла, или там какие-то ходы-выходы, просто хочется чистоты, откровений, как-то идти легко по жизни. Вот почему мне хочется. Идти легко? То есть он должен быть молодым, потому что идти легко по жизни, и не представляется мужчина серьезно старше вас в этом образе? Я бы не сказала. Скажите, а вот ребенок, мальчик у Вячеслава. Я очень хорошо, у меня проблем с детьми, общение, мне кажется, у меня не станет вопросом. Ну и слава богу, покажите себе. В каком-то мере я еще сама ребенок. Спасибо. Здесь, вгляд, толстоватый чуть-чуть. Нет, она нет, что у нее очень хорошая фигура, я считаю. Знаешь, мне кажется, у нее грудь такая, что неважно, толстоватая, а она не толстоватая. В Древней Руси девушка, провожая своего молодого человека в дорогу, давала с собой медовуху и святую воду. Вот святая вода – это для оберега, а вот медовуха – это для сил, для бодрости. Вода ассоциируется со мной, потому что мое имя означает «сильная вода». А я родилась 19-20 января, то есть в Крещении. Вот как вы думаете, чем я вас угощу? Или как бы вы хотели, чем бы я вас угостила? Наверное, святой водой, мне кажется. Да. А ты считаешь? А что против медовухи нет? Смотри, он поморщился весь. К медовухе никак не отношусь. Вот поэтому и святая вода. Не пьете? Нет, сирюмочки, не на ты? Молодец. Он алкоголь не пьет? О, это не наш человек тогда. Тем более ты не наш, отдыхаешь. Ну и так в чем сюрприз? Сюрприз в том выборе. Мне было интересно, то есть все-таки как повезет себя в воде? Спасибо вам, девчонки. Ну, с водой нормально. Спасибо вам тоже, свайте, идите в комнату. Классненько. Молодец. Очень хорошо, что ты делала. Так я хочу послушать. Андрей, Лилия, что скажете? Мне девушка очень понравилась, честно понравилась. Очень открытая, очень добрая. Понравилась. А вы, Андрей? Мне тоже понравилась. Она очень эффектная. Я даже по глазам увидел, что у Славы даже потянулись руки к ней. Еще бы. Как вам, Слава? Возраст. Вот возраст немножко меня смущает. Хотя, в принципе, я не знаю, чувствую себя лет на 18. Но понравилось все. Ой, ну, конечно. Он очень серьезный. Как тебя возраст не смущает? Не могу сказать. У него очень добрые глаза. Честно говоря, возраст немножко смутило. Что молодая, да? Ну, не совсем молодая. Послушайте, иная 35-летняя будет сидеть здесь и изображать из себя инфанту. Нет, рассудительная. Если бы она не сказала, что ей 24 года, я бы в жизни никогда не дала. Она рассуждает на хорошие 30-летни. Девочка с мозгами и мозги ориентированы правильно. Вот это, конечно, плюс. Потом, послушайте, 24, это не так уж и мало, я вам хочу сказать, для девушки. Хорошие. Ой, не верю я. Хорошие манеры в бедности трудно сохранить. А вам еще и поднимать, и поднимать вашу безнусовую целину вряд ли. Убежит быстро. Вам нужно будет аддакт не этот, либо сигнализацию, чтобы не увели. Так что не надо вам этих расстройств. Не подходит. Нет, ну ты очень верная. Вот как говорят, внешность обманчивая. Ты очень верная, преданная. Тебе действительно семья нужна. Действительно прекрасная внешность. И она про это знает. И это, наверное, самое печальное. Потому что солнце в соединении с Венерой очень самолюбивая натура. Вот как только перерастет чуть-чуть эту любовь к себе, как только будет готова воспринимать мужчину рядом с собой, будет прекрасная жена. Мне кажется, абсолютное заблуждение. Так много красивых девчонок пропадает. Просиживает, потому что мужчины боятся их. А красивые, эффектные блондинки так же хотят счастья, тепла и уюта, как и серенькие мышки, которым непременно нужно быстрее выйти замуж. Потому что единственное их козырь – это молодость. Она любить не хочет. Вот мне не показалось. Я бы присмотрелась. Тебя помнит серьезную? Впереди у нас третья невеста и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Вячеславу встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуйте, Вячеслав. Меня зовут Мюзель. Мне 21 год. Я буду рада, приятно с вами побеседовать сейчас. Спасибо. Приятно было познакомиться. Спасибо. Спасибо. Ну нет, не понравится она иметь. Я же она не соперница нашей имечки. Здравствуйте, Мюзель. Здравствуйте. Давайте посмотрим на экран. Мюзель. 21 год. По образованию филолог-востоковед. Зарабатывает выступлениями в клубах, читает рэп. Мечтает записать диск собственных песен. Все мужчины Мюзель уходили от нее, когда понимали, что друзья и тусовки в ночных клубах ей дороже отношений. Надеются, что Вячеслав окажется более терпимым. Мюзель, а что правда, друзья и тусовки в ночных клубах дороже отношений? Вы знаете, не то чтобы дороже, просто в какой-то момент, когда я начала заниматься музыкой, и мне это настолько было интересно, что так получалось, что я понимала, что нужно выбрать, допустим, провести какое-то романтическое свидание или пойти и получить удовольствие от того, что мне действительно важно. Поэтому вот как-то вот так. Ну вы, наверное, и зарабатываете этим. Да, я зарабатываю. Ну я не могу сказать, что я зарабатываю так, чтобы содержать семью и так далее, но мне на себя хватает. А зависите материально от кого-то? Пока от родителей. Родители чем занимаются? Мама у меня биолог по образованию, папа преподаватель французского языка. Здесь, в Москве, да? Да, он здесь, он из Африки. А из какой страны? Из Чада. Ну языки знаете, французский? Французский знаю, английский, и вот сейчас в институте закончила арабский. Слушайте, а не рано 21 год? Рано для чего вы имеете? Для замужества. Рановато, не спорю, но я же не собираюсь завтра выходить замуж. Ну понятно. Ну еще нет материнский инстинкт, еще не разбудил вас, нет? Вы знаете, у меня был в какой-то момент желание такое ребеночка иметь. Ну у меня просто, во-первых, у меня семья многодетная, поэтому я очень люблю детей. Да, у вас братья и сестры? Да, у меня старшая сестра, старший брат и младший. Послушайте, здорово. Какой вы, наверное, хотите, чтобы семья, да, ваша походила на семью родителей? Ну абсолютно точно хочу двоих. Детишек, мальчик и девочку. Ну слушайте, ну сейчас 21 год, поэтому читаете рэп, но сколько еще вы по клубам потусите? Нет, вы знаете, клубы уже все закончились. То есть сейчас я думаю, либо уже дальше идти и заниматься музыкой серьезно. Клубы закончились. Мне кажется, 21, еще нельзя сказать, что клубы уже закончились, если ты туда 2-3 месяца не ходила. А как вам кажется, содержать семью кто должен? Вы знаете, мне кажется, что не должно быть такого, что зависимость, да, должна быть, допустим, у женщины, да, от мужчины. Мне кажется, что это все должно быть, ну бюджет должен быть, мне кажется, общий. Какая молодец. Первый раз за два года я услышала это определение независимость. Молодец. Неприятно, правда, просить деньги? Ну да. Вы знаете, даже сейчас я уже понимаю, что мне неприятно у родителей просить деньги, я понимаю, что там, ну, какие-то свои нужды, да. А готовы мужчине подставить плечо, если нужно будет? Я поддержу его морально, если там смогу ему чем-то помочь по факту, то, конечно, да. Сможете, да? Да. Ну она независимая на 100%. Ну я тоже независимая, в принципе, я уже тоже самостоятельно живу, все. Да, молодец. Последний вопрос. Вы знаете, если хотите заниматься музыкой, серьезно, что сейчас с продюсерами довольно жесткие контракты. И если вам повезет, у вас появится какой-нибудь известный, потрясающий, перспективный продюсер, но один из пунктов в контракте будет, допустим, не выходить в течение 10 лет замуж, а вы влюбитесь. Готовы пожертвовать своей личной жизнью ради карьеры? Не знаю, я очень хочу это совмещать. Совмещать. Ну молодец. Правильно, идите, показывайте сюрприз. Сюрприз у меня связан с моей творческой деятельностью, и поэтому я хочу исполнить вам песню. Это было круто, бро. Типа, вау. Мы на подтанцовке. Е-е-е-е-е. Я в пустой комнате, где-то на юге Москвы, слышался ее голос эхо, слышала ее с ноги, дым, сигарет, смешался запах. Честно? Немножечко я вижу, что это не Вячеслава. Я бы это шокировала. Ну это не Вячеслава, как с вами. С тайными нотами, но только вдогонку. Ее слезы текли быстрее, Ее уставших мыслей мысли не были знакомы. Это просто исту, ведь она мечтала о высоком. Виски запивала соком, эти минорные ноты стояли у истоков. В полном горле были слова, она была одна. Да это было не просто, просто настала весна. Просто не ее повести. Сообщали вещи без вести, пропавший сон. Не было места для мести, вместо новых людей, Людей незнакомых, незнакомы были эти уставшие перроны. Я думаю, вы поняли, чем я... Спасибо, молодец! Идите в свою комнату, спасибо вам большое. Спасибо. Ты классно-то выступил так. Хорошо. Вообще, молодец. Да, Катя. Что, красавчик? Красавчик. Ну что? Обидеть ни первую, ни вторую не хочу, но мне кажется, вот она одна из трех, которые вот действительно как-то вот открыты, искренни, и как-то все сказала о себе так, как нужно, то есть... А знаете почему? Нет. Потому что, ну говорят, что все роды из детства, потому что не пуганая, потому что... Есть вот это, есть, да. Потому что жила все время в розовой ванной, потому что спасибо большое ее родителям, которые создали такие условия, что у девчонки глаз не бегает, что она не чувствует себя, не знаю, в этой жизни изгоем, не такой, как все и так далее. Молодец, молодец, это большое еще раз говорю, спасибо родителям. Надо было сказать, что я посуду люблю мыть, так вообще, мол, я... А многие живут не так, как она, а не только плюсы. Потому что многие хотят 21 год всего и сразу, поэтому для многих... Только плюсы... Я тоже сначала насторожилась, зачем пришла к такому взрослому дядьке 41 год. Но она не пришла точно, чтобы устраиваться. И будет любить, и жить страстями. Нет, я бы... Меня не смущает разница в возрасте. Абсолютно никак я бы присмотрела. Хорошая девочка. Что, Василиса? На самом деле это поколение конца 88-го начало в 89-го года, когда она родилась особенная. Потому что тогда в нашей стране, сами помните, какие изменения начали происходить. И все, кто родился в этот период, тоже несут в себе какой-то отпечаток этих изменений внутренней. Революционерка. Человек, который очень смутно представляет, на самом деле, чего бы хотел от жизни. Очень нескоро захочет сама замуж по-настоящему долго. Но такая открытая, такая фееричная, что просто хотела бы искренне вам ее пожелать. Ой, ладно. Хороша Маша, да не наша. Хорошая. Вам нужна уже взрослая, зрелая женщина. А я ни зрелости не заметила. Ну... Суждения их не... Она вполне правильно сориентирована родителям. Ну вот как только какая-нибудь первая бытовая проблема, или, извините, он придет с плохим настроением, будет ли она, извините, его тормозить, или настраивать душевность, про которую ты сама же и говоришь? Ну, хочет жить с молодой девочкой, пустить труд в свое настроение. О чем и речь. Не надо всю гадость в дом-то тащить. Не хватит сил не хватит. Ну, хорошо. Лилия, Андрей, кого советуете своему другу? Ну, что я остаюсь при своем мнении. Я думаю, что Инна больше всех подходит. Славе. Я обязательно выйду. Мне понравился очень. Я знаю, вы будете счастливы. Я уверена. Да, я думаю, я выйду. Что вы скажете? Слав, прости, но не вижу я тебя ни с кем с этих девушек. Ну, то есть ты вышла бы, да, к нему? Если бы он зашел сюда? Да. Мне кажется, да. Ну, знаешь, элементарно, даже если я не выйду за него замуж, да, то я просто могла бы с ним общаться, дружить. Но очень приятно. Я за Изабеллу, безусловно. По возрасту она ближе. И соображает уже. Будет ценить отношения ваши к себе. И уже для нее сама понятие семья – ценность. Поэтому, естественно, Изабеллу. Ну, что они, девчонки, Инна и Мюзель, намучайтесь с ними. Пусть они уже проживут свою жизнь молодую. А Изабелла, замечательная пара для вас. Редко так бывает, мне кажется. Лариса, согласна с тобой. В любви, знаете, как говорят, бесплатно только луна. Женщины любят поступки, а поступки стоят денег. Поэтому нам нужна была, сам вначале сказал, невеста богатая, зубной стоматолог нам пригодится. Я тоже за Изабеллу. В плане общения он не совершенно не нравится. Он, в принципе, не говорит ничего такого. Да, он слишком омебный. Поэтому, я думаю, если бы он даже зашел за мной, я думаю, я бы не вышла. Что могу сказать? Вы редко слушаете чужого мнения вообще, действительно. Вы сказали сами об этом в самом начале, подтвердив мои слова. Поэтому, я думаю, что кого бы мы сейчас не посоветовали, все равно поступите по-своему. Но мне бы очень хотелось, чтобы поступили вы именно так, как мы советуем. То есть все-таки Изабелла. И все-таки слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправьте смс с их номером по телефону 4-4. Ирина, 35 лет, номер 955. Получает второе высшее образование и планирует открыть психологический центр. Ищет мужчину, который мечтает о семейных ценностях. Ирина, 25 лет, номер 956. Юрист. Увлекается сноубордом, велосипедными прогулками, вышиванием. Ищет спортивного и веселого мужчину, которого окружит любовью. Мы не знаем, выйдет Слава Дина или с избранницей. А приглашаю всех, выходите из комнаты. Давайте поддержим его. АПЛОДИСМЕНТЫ Приятная неожиданность. Добрый день. Я, конечно, не могу сказать, что у нас полностью совпадают интересы, но попробовать можно. Почему бы и нет? Спасибо. Ну, смотритесь вы, во всяком случае, фантастически, правда. У нас есть пара Вячеслав и Изабелла. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Спасибо. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...